Меня зовут Таня и сегодня я хочу рассказать вам о паре явлений, которые были подтверждены в опытах и на животных и на людях, и которые часто мешают нам достигать своих целей, быть успешными и быть счастливыми. И вот первое такое явление. Всем известна эта цитата Ницше, то, что нас не убивают, делает нас сильнее. Но у психологов и исследователей есть другой взгляд на этот вопрос, потому что есть такое явление под названием выученная беспомощность. Это такое состояние человека или животного, при котором он не предпринимает попыток избавиться от негативной ситуации, хотя имеет такую возможность. Оно проявляется обычно после нескольких неудачных попыток с чем-то справиться. Его обнаружил американский психолог Мартин Селигман в 1967 году. Он работал в Пенсильванском университете и ставил опыты над собаками в психологической лаборатории. Они ставились по классической схеме Павлова. У собак пытались выработать рефлекс страха на звук высокого тона. То есть собаки слышали высокий звук, после этого их били током. После нескольких таких опытов клетки открыли. И снова включили этот звук. Исследователи ожидали, что собаки убежат из клеток, когда услышат звук. Но собаки не убегали. Они легли на пол клетки, скулили и ничего не делали. И тогда, собственно, у Селигмана появилась версия, что собаки не убегают не потому, что они не боятся тока, потому что по их поведению было достаточно очевидно, что они ожидают удара током. А что они не убегают, потому что они попытались сделать это несколько раз. У них не получилось избежать ситуации. И они просто поняли, что сопротивляться бесполезно. И поэтому Мартин Селигман решил подтвердить свои предположения и провел новый опыт. Поставил новый опыт вместе с коллегой Стивеном Майером с участием трех групп собак. Первая группа собак и вторая группа собак получали удары током. Третья группа не участвовала в первой серии эксперимента. Собаки первой и второй группы были связаны попарно. И вот когда собака получала удар током, собака первой группы могла нажать носом на специальную панель и отключить ток. Собака второй группы не могла этого сделать, и ток отключался тогда, когда ее отключала связанная с ней собака первой группы. И вот после того, как собак некоторое время так подвергали току, получилось, что первая и вторая группы подвергались воздействию тока одинаковой интенсивности в течение одинакового времени И единственная разница была в том, что первая группа могла как-то это контролировать, вторая группа не могла После этого собак с тех трех групп поместили в вот такие специальные ящики с невысокой перегородкой И снова начали подвергать их воздействию тока Собаки первой группы, которые до этого отключали ток, и собаки третьей группы, которые не участвовали в первой стадии опыта Они легко перепрыгивали эту перегородку и уходили от электрического тока Собаки второй группы ложились на полклетки, скулили и переносили удары током все больше интенсивности Чтобы вылечить собак от выученной беспомощности, исследователям приходилось вот так вот физически поднимать собак на ноги и двигать их ногами так, как будто они уходят И сделать это с каждой собакой минимум два раза Только после этого собаки начинали сами что-то делать До этого ни угрозы, ни какие-то поощрения, ни наглядные демонстрации не помогали собакам самим предпринять какие-то действия, чтобы уйти от электрошока Селигман и Майер сделали вывод о том, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий Животное становится беспомощным, когда привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит Дональд Хирота в 1971 году проверил, работает ли этот механизм у людей Он тоже взял три группы людей Первые две группы участвовали в первой стадии, третья группа была контрольной Две группы людей слышали неприятный, раздражающий, резкий звук И им предлагалось найти комбинацию кнопок на клавиатуре, которые отключат этот звук У первой группы комбинация эта существовала, они легко ее находили У второй группы кнопки были просто отключены После этого люди из тех трех групп, включая ту, которая не участвовала в первой стадии Проходили в комнату, где стоял специальный ящик Когда люди дотрагивались, они должны были засунуть руку в этот ящик Когда они дотрагивались до дна ящика, то раздавался громкий противный звук И он отключался, если они дотрагивались рукой до противоположной стенки ящика И вот люди первой группы, которые до этого отключали звук И люди третьей группы, не участвовавшие в первой стадии Легко это обнаруживали, отключали звук А люди второй группы статистически намного чаще ничего не предпринимали Они просто сидели и ждали, когда все закончится Так выяснилось, что, во-первых, у людей существует уже обнаруженный на животных механизм выученной беспомощности И, во-вторых, то, что беспомощность легко переносится на другие ситуации Состояние выученной беспомощности вызывается неконтролируемым стрессом При этом должны быть такие условия, или хотя бы одно из них Это невозможность приспособиться к ситуации Невозможность ее избежать, невозможность устранить И невозможность предугадать, когда ситуация начнется или закончится В состоянии выученной беспомощности подавляется познавательная, эмоциональная и двигательная активность И его основные признаки такие Это неспособность избегать нежелательных воздействий Интеллектуальная недостаточность Снижение агрессивности Формирование подчиненного поведения Сниженная социальная активность Преувеличенная боязнь нового Повышенная стереотипность поведения Утрата способности получать удовольствие Изменение структуры сна и даже иммунодефицит Сейчас оно рассматривается как один из ключевых факторов Механизма возникновения реактивной депрессии Есть предположение о том, что такая неоптимальная реакция Возникла из стремления сохранить энергию Если живое существо попробовало что-то предпринять У него не получилось избежать стресса Это вызывает еще больше стресс Возникает положительная обратная связь Тратится все больше ресурсов организма И в конце концов организм переходит в энергосберегающий режим Потому что если бороться дальше, можно потерять все силы и умереть А если ничего не делать, то может быть плохое само куда-то пропадет Это состояние обнаружили не только у высших животных Его обнаружили у птиц, рыб и даже у тараканов и улиток Проводили опыт с рыбами Большой аквариум разделили на две части Прозрачная стеклянная перегородка, она была невидимой в воде В одну часть посадили щуку В другую часть поместили разную мелкую рыбу, которую щука обычно ест Щука попыталась напасть на рыбу Ударилась о перегородку Естественно, не поймала никакую рыбу Она продолжала свои попытки поймать рыбу несколько раз Каждый раз больно ударялась о перегородку Не получала никакой награды И в конце концов прекратила свои попытки Когда потом перегородку убрали Щука уже боялась нападать на рыбу Она спокойно плавала между этой мелкой рыбой И уже на нее не нападала И еще один опыт с крысами Двух крыс помещают в клетке с поилками Вода из которых поступает при нажатии педали Крыса в первой клетке может нажать эту педаль и подать воду в поилку У крысы во второй клетке вода в поилке появляется только тогда, когда на педаль нажимает крыса в первой клетке И вот через неделю такого режима у крыс, которые не могли сами нажимать на педаль Проявились все признаки выученной беспомощности При этом у них не было никаких признаков обезвоженности организма То есть стрессирующим фактором была не жажда, а именно сам фактор неконтролируемости ситуации Раздражение должно наноситься нерегулярно Только в этом случае стресс будет непредсказуемым и, следовательно, неконтролируемым И, наконец, стресс не обязательно должен быть связан с чем-то болезненным или негативным Это показали эксперименты Натальи Шенгер-Крестовниковой, ученицы Павлова Она проводила опыты по дифференциации стимулов еще в 1913 году Собаке предъявляли круг и эллипс И предлагали ей различить круг эллипс Когда собака узнавала круг, она нажимала на кнопку и получала кусок мяса Овал ничем не поощрялся Собака быстро научилась это делать И все было хорошо, пока соотношение осей у эллипса было достаточно большим Примерно один к двум Потом исследователь начала постепенно сближать соотношение осей Так что эллипс стал по форме приближаться к кругу И когда соотношение осей у эллипса достигло 8 к 9 То собака перестала различать круг эллипс И вот через две недели попыток различения круга эллипса У собаки возникло то, что можно было бы назвать нервным срывом У нее пропал уже выработанный рефлекс различения вытянутого эллипса и круга Она стала беспокоиться, отказываться от еды При этом она не испытывала никаких физических страданий На нее не действовали ни боль, ни голод Ее вечером всегда кормили в виваре Независимо от того, насколько успешно она выступала днем На нее действовал единственный физический, психологический фактор неконтролируемости Она не понимала, когда ее поощряют, а когда нет Не могла уловить связь между своим поведением и событиями внешнего мира Что же спасает от выученной беспомощности? Это действие, активность и контроль Проявление воли Притом это любой контроль и любые действия Если основной фактор стресса регулировать, контролировать никак не удается То спасает смещенная активность Проводили опыт Крысу привязывают за лапки, растягивают на спине и оставляют в таком положении на полчаса И крыса не может изменить свое положение На части крыс при этом давали палочку, и крыса могла грызть эту палочку И вот у крыс, которые грызли палочку, проявления стрессорных реакций были намного менее выраженными Крыса не могла избавиться от положения, но она могла смещать активность, грызя палочку Выученная беспомощность быстро развивается у крыс, которых помещают в маленькие клетки и подвергают электрическому току Но она медленнее развивается у крыс, которые помещают в большие клетки Потому что в большой клетке крыса может бегать Она не избегает воздействия тока, по-прежнему ему подвергается Но у нее есть субъективное небольшое ощущение контроля, потому что она может хоть что-то делать, она может бегать Также выученная беспомощность не развивалась у крыс, которых помещали в клетки попарно Когда на крыс воздействовал электрошок, крысы просто начинали драться друг с другом И по окончании опыта у крыс были иногда даже сильные многочисленные раны после этих драк Но их психологическое состояние было намного ближе к норме Очень интересные результаты получили Эллен Лангер и Джуди Роден в доме престарелых в штате Коннектикут Они случайно выбрали два этажа дома престарелых, всего 91 человек На двух разных этажах они дали старикам две почти одинаковые инструкции Первая инструкция давала людям право выбора, она звучала вот так Я хочу, чтобы вы узнали обо всем, что вы можете делать здесь сами в вашем новом доме На завтрак вы можете выбрать либо омлет, либо яичницу, но выбрать нужно вечером По средам и четвергам вы можете посмотреть кино, записаться на него нужно будет заранее В саду вы можете выбрать цветы для вашей комнаты, но вы должны будете сами за ними ухаживать Вторая инструкция Я хочу, чтобы вы узнали о том, какие добрые дела мы делаем для вас здесь в вашей клинике На завтрак бывает омлет или яичница Омлет мы готовим по понедельникам, средам и пятницам, яичницу во все остальные дни Кино бывает вечером, в среду и четверг В среду для тех, кто живет в правом коридоре, в четверг для тех, кто живет в левом коридоре В саду растут цветы для ваших комнат Сестра сама выберет вам цветы для вашей комнаты и будет за ними ухаживать Получалось, что обитатели одного этажа могли распоряжаться своей жизнью А обитатели второго этажа получали точно те же блага, но без возможности ими распоряжаться Эксперимент продолжался три недели После этого среди пациентов были проведены опросы, измеряющие субъективный уровень удовлетворенности жизнью А медперсоналу раздали опросники по общительности, общему тонусу, состоянию здоровья, привычкам пациентов И результаты между группами оказались экспериментально значимыми Группа с повышенным контролем находилась в лучшем состоянии После этого такой режим продолжали поддерживать Через полгода исследователи вернулись туда, в этот дом престарелых, чтобы провести новые замеры И выяснилось, что группа с повышенным контролем продолжает находиться в лучшем психологическом и физическом состоянии У них даже были отмечены некоторые улучшения здоровья по сравнению с ухудшениями в контрольной группе Мало того, у контрольной группы за прошедшие полгода умерло 30% человек А у экспериментальной группы с повышенным контролем только 15% Другие исследователи также наблюдали то, что в условиях невозможности выбирать Пожилые пациенты могут проявлять саморазрушительное поведение То есть отказываться от еды и лекарств Потому что это единственное, что они еще могут выбирать И, кстати, об этом нам когда-то рассказывали на семинаре больничных клоунов Что когда клоун приходит в палату к ребенку Он обязательно должен спросить разрешение у ребенка, может ли он с ним пообщаться И ребенок имеет право сказать нет И сила воздействия вот этого нет на ребенка Терапевтического воздействия может быть намного больше, чем воздействие от общения с клоуном Потому что это, возможно, единственный момент, где ребенок может проявить свою волю И хоть чему-то в жизни в больнице сказать нет У людей выученная беспомощность может проявляться также у целых социальных групп Это пострадавшие при войнах, переселенцы, те, кто не уезжает из мест боевых действий Жертвы домашнего насилия, дети при травмирующем воспитании И она может проявляться у любого человека, который сталкивается с ситуацией, которую он не может контролировать Поэтому рецепт такой, можно и нужно проявлять волю Даже в час пик в метро сочиняйте стихи, решайте математические примеры Переводите рекламу на английский язык Что-то у вас не ладится в одной сфере, беритесь за что-то другое Делайте и достигайте в этом успеха Если вы работаете над чем-то интересным, но вы ощущаете свою невостребованность Приходите, прочитайте об этом лекцию в 15 на 4 Делайте что угодно, действуйте, потому что все, что вы будете делать, будет проявлением вашей воли И здесь только вы будете контролировать ситуацию Теперь я немного расскажу Теперь я расскажу о другом Я расскажу о том, как сформируются привычки и зависимости И чего вы можете ожидать, когда вы пытаетесь от них избавиться Скиннер проводил эксперименты над голубями Голубя помещали в экспериментальную камеру с двумя кнопками При нажатии на первую кнопку всегда загорается белая лампочка и появляется зерно При нажатии на вторую кнопку либо загорается зеленая лампочка и появляется зерно Либо загорается красная лампочка и на 4 секунды вырубается свет Каждая экспериментальная сессия с птицей продолжалась до тех пор, пока птица не добудет 40 зюрин Иногда кнопки меняли местами, чтобы голубь не привыкал все время нажимать только на левую или только на правую кнопку Вначале, пока обстановка была новая и неизученная, голубь нажимал на обе кнопки примерно с равной вероятностью Но потом птицы начинали нажимать на ту кнопку, которая им больше нравится И это была вовсе не та кнопка, которая приносила еду всегда К 15-й экспериментальной сессии в 80% случаев птицы предпосчитали низковероятностную кнопку, которая приводила к получению зерна менее чем в половине попыток Похоже, что в этом случае награда доставляла им больше удовольствия Так проявляет себя нерегулярное или вариативное подкрепление Эксперименты показывают, что вариативное подкрепление оказывается более действенным и для человека Например, дети от 4 до 8 лет тоже намного активнее нажимают на кнопку, когда их действия не связаны напрямую с получением награды Теперь будет немного графиков Согласно Skinner, есть разные виды подкрепления Самое простое, это постоянное подкрепление Вот оно, Continuous Reinforcement В этом случае мы получаем награду каждый раз, когда что-то делаем Например, вы покупаете Coca-Cola в торговом автомате Каждый раз вы кладете деньги, получаете бутылку с Coca-Cola Все остальное, это, ну если автомат работает Все остальное, это графики вариативного подкрепления Следующий, это график подкрепления с постоянным интервалом В этом случае подкрепление выдается с n-ным интервалом времени каждый раз Пример из лаборатории Крыса получает вознаграждение каждый раз, когда нажимает на педаль После того, как прошло 15 секунд с момента предыдущего вознаграждения Пример из жизни, это зарплата, которая выдается раз или два в месяц Затем, подкрепление с постоянным коэффициентом Это значит, что подкрепляется каждая n-ная попытка Например, собери 50 крышечек, получи подарок Подкрепление с переменным интервалом Это тот случай, когда подкрепление выдается в среднем С определенным интервалом, но невозможно предугадать точно, с каким именно в каждый раз Например, это проверка почты и сообщений Это рыбалка, когда вы можете поймать одну рыбу, потом через 5 минут поймать следующую, потом за 2 часа ничего не поймать Наблюдение метеоритных потоков, потому что, говоря в среднем, вы можете увидеть один метеор каждые 2 минуты На деле интервал может быть непредсказуемым И это подкрепление с переменным коэффициентом Это значит, что подкрепляется в среднем каждая n-ная попытка, но неизвестно точно в каждом случае, какая именно Это, например, игровые автоматы Вот на этом графике показана зависимость количества произведенных действий от количества полученных подкреплений В постоянных подкреплениях количество действий было не таким уж и большим Во всех остальных случаях количество предпринятых действий было намного больше Это график угасания поведения, то, что случается, когда подкрепление перестают выдавать При постоянном подкреплении поведение угасает достаточно быстро, все, больше попыток не предпринималось При всех случаях вариативного подкрепления поведение угасает намного медленнее Еще раз, если мы получаем вознаграждение не каждый раз, а только время от времени, мы будем стремиться к нему еще сильнее А если мы получали вознаграждение время от времени и перестали получать его совсем, то мы еще долго будем продолжать попытки Самый известный популяризатор вариативного подкрепления это Карен Прайор, автор книги «Не рычите на собаку» Она много лет занималась дрессировкой дельфинов и обнаружила, что неэффективно подкреплять вкусной рыбкой каждый прыжок Потому что дельфин быстро начинает прыгать как попало, лишь бы от него отстали Но если подкреплять рыбкой только самые лучшие прыжки время от времени и изредка, то дельфин будет стараться всегда С тех пор, как книга Карен Прайор была переведена на русский язык, рекомендация по использованию вариативного подкрепления распространилась по тематическим сайтам по дрессировке животных В основном подчеркивался негативный аспект этого, когда хозяин пытается от чего-то отучить Например, хозяин пытается отучить собаку, выпрашивать кусочки со стола Изредка дает ей кусочки примерно раз в неделю, думает при этом, что собака отучается, но на самом деле он сильнейшим образом подкрепляет ее поведение Постоянное подкрепление необходимо на начальных стадиях обучения Потому что обучающемуся нужна четкая обратная связь, чтобы сформировать правильный паттерн поведения Но после того, как поведение уже сформировано, нужно отказаться от постоянного подкрепления И перейти на вариативное подкрепление с непредсказуемым и случайным интервалом Еще примеры У вас есть новая хорошая машина Она каждый раз стабильно заводится Вы садитесь в нее, поворачиваете ключ, ничего не происходит Скорее всего, вы еще несколько раз попытаетесь ее завести, после чего позвоните механику Но если у вас вместо машины старая консервная банка, которая не заводится очень долго То вы будете продолжать попытки завести ее еще в течение получаса, например Потому что ваше поведение по поворачиванию ключа будет подкрепляться в низковероятностном режиме Другой пример Вы встречаетесь с очаровательным парнем Он чудесный, у вас все отлично Но потом он постепенно начинает как-то отстраняться, становиться угрюмым И только время от времени у вас к ним случаются радостные эпизоды И вот тогда вы начинаете жить ради этих эпизодов И чем реже и непредсказуемее они становятся, тем сильнее становятся их подкрепляющие эффекты Чем дольше ваша линия поведения будет продолжаться И кроме того, человек, который был в таких отношениях, после этого может часто искать их повторения Потому что ему будет казаться, что отношения с более эмоционально уравновешенным человеком лишены остроты От того редкого и потому вдвойне действенного подкрепления Действенность вариативного подкрепления лежит в основе всех азартных игр Мозг очень хорошо умеет ждать и надеяться И чем больше мозг верит в то, что вот-вот случится что-то интересное и приятное Тем сильнее он будет к этому стремиться, тем больше усилий будет прилагать Режимы с длительными интервалами между подкреплениями работают против вас Когда вы пытаетесь угасить поведение, избавиться от какой-то привычки Если поведение не подкреплять совсем, то оно достаточно быстро пойдет на спад Но если его подкреплять изредка, неважно с какой периодичностью Одна сигарета, одна рюмка, то поведение будет сильнейшим образом поддерживаться И будет еще долго сохраняться Теперь я расскажу о том, как привычное поведение угасает Вы садитесь на диету Вы устраняете награду из своей жизни, вкусную, калорийную еду Вы стали читать этикетки, покупать фрукты и овощи, записали в тренажерный зал И все идет хорошо Вам кажется, что все просто Но тут в один день вы подаете соблазну есть конфетку По пути с работой домой покупаете пакетик чипсов Думаете, что на раз вы уже купили чипсов Еще стаканчик мороженого ничего не изменит День заканчивается катастрофическим обжорством Как показывают исследования, угасание поведения часто будет сопровождаться так называемым взрывом, вспышкой Это временное увеличение частоты, интенсивности или продолжительности угасающего поведения Другими словами, поведение ухудшится, прежде чем улучшится Потому что человек или животное продуцирует больший объем поведения Чтобы добиться той реакции, к которой он привык Например, голубя приучили клевать кнопку за вознаграждение Потом кнопку отключили Голубь попробовал ее клевать, ничего не произошло, он не получил вознаграждение Тогда голубь стал клевать кнопку сильнее и чаще Почти с ожесточением И только после периода такой бурной активности его поведение пошло на спад Эволюционное значение этого всплеска активности может быть таким, что в природе животное, которое пробует снова и снова, несмотря на отсутствие подкрепления Все еще будет иметь шанс получить награду по сравнению с тем животным, которое быстро сдается Интересно это описал Сет Слейтер, дрессировщик дельфинов Он работал с дельфином по имени Лиза И Лиза выработала плохую привычку прыгать, когда это не было нужно Предыдущий тренер подкреплял это поведение Но новый тренер решил избавить ее от этой привычки и просто перестала ее вознаграждать С точки зрения Лизы, это выглядело как машина, которая отказывается заводиться Поэтому Лиза сделала то, что сделал бы на ее месте любой здравомыслящий дельфин Она стала стараться еще больше Она стала прыгать выше Потом она стала прыгать низко Потом она прыгала и издавала звуки Потом она начала прыгать сериями Два прыжка, никакой рыбы Еще два прыжка, никакой рыбы Три прыжка, никакой рыбы Пять прыжков, черт возьми, все еще никакой рыбы Потом эти последовательности прыжков повторялись и повторялись И это продолжалось неделями И только после этого поведение пошло на спад То же самое происходит, когда вы пытаетесь избавиться от какой-то старой привычки В последний момент вам просто сносят крышу Это последняя попытка древних частей вашего мозга все-таки получить награду во что бы то ни стало Вы привыкли подниматься на лифте Вы подходите к лифту, нажимаете кнопку, ничего не происходит Вы нажимаете кнопку снова и снова, в конце концов стучите по стене по дверям лифта и только потом идите по лестнице У вас завис компьютер, вы начинаете нажимать на что попало и стучать по клавиатуре Чтобы отказаться от вредной еды, курения, онлайн-игры или других привычек Вы должны быть готовы все-таки выдержать последний рывок вашего бессознательного Если вы его выдержите и будете стойкими, то поведение все-таки пойдет на спад Вы победите Но там вас может ждать еще одна ловушка Вы не курите уже давно, вы уже не думаете о сигаретах, вам не хочется курить Вы приходите в гости к старому другу, с которым вы обычно общались за сигаретой Рука сама потянулась к пачке, вы даже не заметили, как это произошло У вас проявилось спонтанное восстановление Это естественная тенденция поведения восстанавливаться в ситуациях, которые были похожи на те, при которых оно формировалось При этом не обязательно даже ситуация должна быть похожей Поведение может восстанавливаться через какое-то время само по себе Это обнаружил еще Павлов в опытах над собаками У собаки выработали условный рефлекс Вырабатывать слюну в ответ на определенный сигнал После этого ей показывали этот сигнал 6 раз в течение 3 минут без подкрепления Собака перестала выделять слюну на 6 раз После этого сделали паузу в эксперименте И через 2 часа собаки снова предъявили этот сигнал И у собаки снова началось выделение слюны Потому что у нее произошло спонтанное восстановление Если сохранять твердость, то в этом случае оно идет на спад быстрее, чем до этого Просто об этом надо помнить Возможно, объяснение этого – это то, что животное периодически тестирует окружающую среду А вдруг уже все изменилось, все вернулось на круги своя И я наконец-то получу вознаграждение Вот, помните об этих ловушках и будьте стойкими Потому что стремления у вас и у вашей низкоуровневой психики Могут быть часто прямо противоположными И если вы это понимаете, то вы уже на полпути к победе Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!